Привет, я Ваня, вы на канале Рыбакит. Сегодня у нас обзор на канале тесто для лепки. Тесто называется Гамма, вот такая большая упаковка, 6 цветов, яркая, яркая, крепкая. Тут и цвета сразу видны, и все что нужно. Давайте посмотрим, что у нас внутри, достанем и посмотрим, чего да как. Конечно же обзор я делаю всегда, не просто открыть, посмотреть, пощупать, а именно что-нибудь сделать красивое, интересное, чтобы не зря было время мной сюда вот. Интересно мне все попробовать, и конечно когда появляются новые упаковочки, новые, чем можно это делать. Опять-таки можно сказать, что это замена пластилина или пластиковых, или пальчиковых красок теста для лепки. Красные такие на каждой упаковочке, красные, мягкая очень упаковочка такая, прям пык-пык-пык достал. Тесто, тесто, тесто. Мои ребята любят тестом лепить, особенно когда мама им наварит, то тесто намешает, пластилин, не, не пластилин, как это намешает, песок, что-то еще, муку, все это вместе, и получается такое тесто пластилин. Ну вот как раз вот таким способом можно заменить, и много не нужно обычно одного кусочка на целый вечер играть. Давайте посмотрим, что да как, тесто достаем и лепим. Что я буду лепить? Лепить буду обязательно ребятам, которые делают, первый раз что-то делают, рисуют и что-то пытаются, вот у них есть, что же сделать? Обычно они смотрят на упаковку и пытаются повторить. Довольно сложно повторить такие мелкие рисунки, мелкую такую моторику, все это сделать с самого начала, от трех лет, да, к примеру. Когда вам уже 15 лет, повторить это, конечно, здорово, но уже, может, вам и не хочется. Так что я придумал и сегодня решил цветочек, простой яркий цветочек. Какие цвета есть? Зеленый будет у нас, цветочек будет красный, желтый серединка и фиолетовый будет горшочек. Вот таким образом будет сегодня проходить урок-обзорчик. Мне кажется, это прикольно, когда можно что-то сделать такое вот прям смешное и яркое. Буду лепить здесь, оно такое вот, вау, давайте посмотрим, что же у нас есть. Вау, это тесто прям, настоящее такое тесто, такое крепкое тесто, как мама бы сказала, да. Рисуем и лепим. Сегодня будет плоская лепка. Мне кажется, начинать нужно всегда с плоской лепки. Рвется не как пластилин, а немножко так вот именно рвется, как тесто. Ну и смешивается, давайте попробуем. Раз, 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 вот у нас есть комочки, мы его порвали. Порвали довольно мелко. Раз, 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 порвали, 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 порвали. Проблема, когда тесто сухое, оно потом не сминается, это легко сминается. И такой приятный такой аромат от него идет. Отлично, такого вот кусочка мне вполне достаточно. Когда вы лепите, и потом мои ребята лепят, обычно хочется куда-то убрать все это после этого. Чтобы оно не валялось, не высохло. Вот такой комочек. Легко убрать, легко закрыть. Пока вот будет у меня фиолетовый здесь лежать. Небольшой комочек взял, его раскатать. Легко катается. Да, мне приятно. Я всегда чем занимаюсь? Когда я беру любой пластилин, мягкий, твердый, классический, супермягкий, восковой или тесто. Это я всегда делаю. Сначала я мну, после этого я делаю шарик, а после этого я делаю колбаску. Это всегда так. Это я так привычку себе выработал. И одинаково моторика у меня разработана такая вот. Я думаю, что это полезно. И одно и то же делаешь, делаешь, делаешь. И потом твои руки сильные становятся. Сейчас я пальцами разминаю. Разминаю, 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 разминаю. И вот сюда я хочу его сделать большой, так что мне придется его размять прям прилично. Прилично большой сделать. И если вы делаете настоящий 3D такую фигурку, то, конечно, лучше поменьше делать, а то все тесто сразу и закончится. Но я думаю, что и ребята часто, у них и ручки маленькие, и они делают именно мелкие фигурки. Так что лучше делать не мелкую, а среднюю. Вот я делаю какой-то средний такой. Раз, 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 раз. Хорошо прилипает к бумаге. Мне нравится вот так. Раз, 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 все. И такой более плотный, чем супер мягкий пластилин. Я его сравниваю, потому что я пытался супер мягким пластилином такие делать поделки. Очень трудно. Он очень рвется, мелкий и не клеится. А здесь раз, 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 раз. Можно потанцевать. Все, готов. Яркий, простой. Теперь рисуем. Рисуем и лепим. Зеленый цвет берем. Вау, тоже такой прохладненький, хорошенький. Много брать не надо. Кусочек оторвем. Кусочек, небольшой кусочек. Небольшой, потому что, ну, как-то все-таки я такой экономный папа, пытаюсь экономить, чтобы нам долго, нам много рисунка хватило. Обычно я стараюсь много делать. Вот такую я сделал колбаску и сюда же раскатал его. А теперь раздавил. Легко прилипает, липкость хорошая. Я боялся, что он не будет прилипать. Но на самом деле полипает хорошо. Еще два кусочка отрываем. Один кусочек кладу сюда. Второй кусочек. И видите, я сразу уже привык сразу делать шарик. Если есть кусочек, помял, сделал, шарик положил. Когда помял, он разогрелся. Если это классический платиль, а если это тесто, просто помял, получил удовольствие. Так. И этот зеленый цвет сюда убираем. Вау, прям у меня настроение такое поднимается. Я хочу еще, еще, думаю, вот это я сделаю, а потом еще буду делать. Что я делаю? Теперь колбаску. Раскатываю пальчиками или вот так ладошкой. Легко раскатывается. Конечно, это не классический толстый крепкий пластилин. Но каждый материал нужен для своего. Все-таки для малышей тесто лучше. Пластилин для дошкольников. И это очень хорошо. Так что пластилин тоже будут обзоры. И какие-то я уже делал. И обзор пластилина это важно. Я сам из него много леплю. Такие два листочка сделали. Мы как бы снизу вверх идем. Два листочка сделали. Хорошая, хорошая получается рисуночек у нас. Яркий, простой, чуть вниз отпущу. И теперь начинаю лепить уже внутренности. Желтый цвет, желтый цвет, желтое тесто, желтого тесто, желтого цвета. Я рисую сейчас все-таки как рисую. Леплю как рисую. Опять-таки приятно очень лепить. Помассировать себе. Все, что вам хочется. Такие вот приятные отношения. Конечно, лучше вначале мыть руки. И после этого, я думаю, что обязательно мыть руки надо. Сделаем небольшой кусочек, но все-таки такой попольше, чтобы у вас такой объемный получился солнышко. Цветок такой более объемный. Мне нравятся объемные листочки. Можно, конечно, вообще очень тоненько сделать и мало потратить. Но не старайтесь экономить. Все-таки, я думаю, из одной пачки ребята обычно рисуют. Ну, там два-три рисунка могут сделать или слепить две-три поделки. В основном потом все это сохнет. Раз-раз-разминаем шарик, который я только что скатал в такую лепешечку. И сюда, чуть повыше зеленой штучки. Я его приклею, потом размажу. Я его и размазываю, и вдавливаю. Это вот двойная такая штука. Вот так. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И делайте его, наверное, чуть побольше. Мне нравится именно, что когда ребята рисуют, и у них получается ярко. Но они не пытаются экономить, долго хранить, на полгода. Я думаю, каждый родитель был бы рад, что если бы он купил это тесто, и тут же ребенок за один день его потратил, сделал бы десяток классных рисунков. Тогда бы с удовольствием было понятно, что это полезная покупка, приобретение. И можно делать еще такие же разнообразные. Я думаю, все будут рады. Так что не экономьте. Но когда вы даете ребенку задание, или вместе теряпите, например, старайтесь как-то направить. Вот, например, объект лепки. Цветок – это хороший объект. Он такой объектный, и его легко понять, что вот я сейчас это хочу делать. Что я делаю? Я делаю глазки. Хорошо, что фирма Гамма положила сюда белый цвет. Потому что многие ребята, ну, многие, хотят оживить свои работы. И, конечно же, глазки лучше всего оживляют таким способом. Белый цвет просто незаменимый. Нету оранжевого цвета, да, но есть белый цвет, и это вдвойне классно. Потому что то, что нужно, вот такие вот фигурки. Давайте оживим скорее наш, мой. Я оживлю мой рисуночек, мой цветочек. Потому что это, ну, это важно оживить для ребенка. И выбрать какой-то, направить в самом начале. Когда он это направляет, он понимает, а дальше он уже может экспериментировать. В начале все-таки у ребенка, я не знаю, от трех, двух с половиной лет можно этим заниматься. Можно и пораньше заниматься, помять, помять, помять. Удовольствие получить и пойти дальше. Все-таки попытайтесь направить и нарисовать, показать, что вы делаете. К примеру, вы своим примером показываете, я своим показываю. Ну, если вы сейчас лепите, то просто вдвойне классно. Берем какой-то кусок красного и, наверное, вот такой, вот такой, средний такой кусочек. И его порвем на мелкие кусочки. Сейчас сделаем из него сначала шарик, а потом колбаску. Шарик, колбаска. Мне кажется, это основное удовольствие, которое я получаю от теста. Есть еще модели с формочками, но я никогда не пользовался формочкой. Ну, знаю, что ребятам тоже интересно формочками пользоваться. Так что попробуйте, если у вас что-то есть, то какой-то опыт на этот счет вы можете поделиться. Что нам нужно? Нам нужно поделить на равные части. Я делю сначала на половинку свою деталь, которую я сделал. После этого делю еще на три каждые. Ребята, если вы сами, без мамы, то можете поделить просто на четыре или на пять. Ну, на что получится. Я думаю, что не столь важно. Получаются примерно одинаковые. И из них я делаю сколько шариков? Шесть шариков. Опять-таки, шесть шариков. И здесь кладу их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два сверху, два посерединке и два снизу. Вначале упрости, потом усложняй. У меня правило такое. Ну, и, собственно, так я всегда и делаю. Вот у нас есть. Теперь я беру палец и давлю со всей силы. Палец и давлю со всей силы. Палец и давлю со всей силы. И получается очень-очень вот такой цветочек. Вот такой. Здесь как раз и сила нужна, и ловкость. Сразу раз. И вот цветочек готов. Яркий, простой. Что мне хочется еще сделать? Если ты постарше или ребята у вас постарше, родителям, мамам, говорю, то можно поэкспериментировать, взять немножко белого, к примеру, белого, раскатать маленькую-маленькую-маленькую такую косюлечку и сделать какой-то узор. Я думаю, это уже второй этап. Мои рисунки обычно отличаются тем, что я рисую основное, основные объекты. Первое, второе, третье. Все здорово. Получается, хотите продолжить, возьмите и продолжите. Мелкая декорация, такая вот декоративная работа, мелкая работа всегда помогает. На будущее сначала может быть трудно, но вот в конце концов получается здорово. И такие вот рисуночки на самом этом вот маленьком-маленьком, маленькие штучки. Вообще, я думаю, глазки было уже сложно ребятам сделать, но я думаю, что все справились. Вот такой у нас рисунок получился. Рисунок, объем, такая пластилинография, а у нас сегодня тестография. Тесто мне понравилось. Я рад, что начинаю пользоваться больше такими детскими материалами. Впоследствии их больше будет еще. И обязательно все вот такое супер простое. Может быть, оно не такой вау-эффект не несет для родителей, к примеру, или для подростков. Но именно для ребят, когда вот то, что они видят, и то они, что могут повторить, это важно. Закрыть очень легко, плотно щелчком закрывается. Красок хватит, наших пластилиновых классок, теста, красок хватит надолго. Надолго это значит, хорошо бы, чтобы хватило не надолго, а, к примеру, на пару дней, когда вы вечером за, ну, согласитесь, 5 минут у нас получился такой рисунок. Я старался не спешить и сделать такую аппликацию. Можно и в школу, и в садик. Я думаю, в школу. Мои ребята в школу до сих пор такие носят. Они с удовольствием лепят, к примеру, черепаху. У меня был сегодня выбор лепить или цветок, или черепаху. Я выбрал цветок, потому что мне кажется и мальчикам, и девочкам. И он действительно простой. И можно все цвета использовать. Фиолетовый мы использовали, желтый, зеленый, красный. И только синего не использовали. Давайте синий тоже используем. Потому что, если уж обзор, то мне и синий хочется использовать. Чтобы такой полноценный обзор был. Синий тоже, вау, какой приятный. Немножко берем кусочки. Я думаю, что синим можно сделать, например, стол. Стол, небольшой стол. Конечно, он такой не супер яркий будет, но все равно. Не супер яркий стол. Но можно понять, будет цвет, какой синий цвет. Синий цвет важен, когда вы лепите море, облака. И ребенку синий цвет нужный. Оранжевый можно заменить на красный, к примеру. Та же самая рыжая леса. А вот синий, мне кажется, важный. Вот я так долепил. Все, теперь я с полной совестью пойду и скажу, что все, я все попробовал. И всегда, когда я делаю обзор, я стараюсь все прям, даже если что-то говорю, обязательно попробовать и показать, как я это делаю. Такие обзоры, прям проба, пера таких. Вот именно все, что я делаю. Ребят, хорошего настроения. Мамам спасибо, что вы тратите на это время, уделяете. И все больше ребятам ко мне присылают работы в Инстаграм. И мамы отвечают. И большое спасибо, что вы отвечаете. Потому что, как вы ответили, я так, как приятно. А самое приятное, это получать рисунки. Ребят, делайте сторис в Инстаграм. Это то, что помогает каналу Рыбакит развиваться. Когда другие ребята узнают, я как бы могу до больших мам, пап, может быть и даже пап, донести от того, что это несложно, это забавно. И где-то повеселее, где-то попроще в начале. А после усложнять и делать все более красивые работы. Рисовать, лепить, резать, клеить. Все, что я люблю. Хорошего настроения и пока-пока.